Говорит Степан Агерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 25 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает. Программа «Голос Степана Герта», наш контактный телефон, 94-28-69, анонс передачи, сообщение главного информуправления аппарата президента. В Арцахе сформирован круг дружбы Арцах Австралия. В Арцахе пройдет третий фестиваль «Граната». Итак, подробности новостного блока в начале сообщения главного информуправления аппарата президента НКР, 24 сентября. Президент Бакуса Акян принял представителей социально-культурной общественной организации «Мать Армения-21» во главе с ее руководителем Гаяне Гаспарян. Были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления ряда программ в Арцахе. Сразу после встречи в интервью местным СМИ Гаяне Гаспарян сказала о том, что с президентом НКР Бакуса Акян была обсуждена всемирная программа «Движение матерей», которая начнется с Арцаха. Девиз программы «Матери мира, независимо от религии и нации, объединяются против войны». Говоря о проекте, Гаяне Гаспарян в частности отметила «Мы призываем всех матерей мира также присоединиться к нашему движению с целью остановить все войны. Мы, матери, выступаем против войны и пытаемся положить конец всему этому». Данная программа была одобрена президентом Саакяном и он выразил готовность поддержать нашу инициативу. В движении примут участие послы нескольких стран, члены правительства, матери разных наций, в частности погибших воинов-освободителей. Коснувшись деятельности социально-культурной общественной организации «Мать Армения-21», Гаяне Гаспарян отметила, что она функционирует уже около двух лет, на протяжении которых был реализован ряд проектов. В ряде стран была представлена всемирная программа под названием «Движение матерей». Как мы уже передавали, вчера начались беспрецедентные широкомасштабные учения вооруженных сил Армении. Учения продлятся до 5 октября. Вчера президент НКРБ Косаакян провел ряд встреч с участниками, проводимых в Республике военных сборов. Вчера же президент провел совещание в пункте управления сборами армии обороны, обсудил вопросы, касающиеся хода военных сборов. Президент дал поручение министру обороны и руководителям компетентных органов по надлежащему решению обсужденных вопросов. Во встречах и совещаниях принял участие госминистр Григорий Мартиросян, секретарь Совета Безопасности Аршавир Гарамян, министр обороны Карен Абрамян, другие должностные лица. Сегодня президент НКРБ Косаакян направил телеграмму соболезнования семье экс-начальника полиции Армении генерал-полковника Айка Арутюняна. В телеграмме говорится, с глубоким прискорбием узнал о трагической кончине генерал-полковника Айка Артемовича Арутюняна. Айка Арутюнян отличался особой преданностью своему делу и высоким профессионализмом. Он был человеком чести и достоинства, пользовался большим авторитетом и искренним уважением сослуживцев, внес ощутимый вклад в дело становления и развития системы полиции Армении. В ходе своей деятельности Айка Арутюнян уделял особое внимание Арцаху, углублению и расширению связей между родственными структурами двух армянских республик. От имени народа, власти Арцаха я от себя лично выражаю соболезнования всем родным и близким покойного, желаю стойкости, силы и духа. Светлая память о Айке Артемовиче Арутюняне навсегда останется в сердцах всех, кто знал его, служил и общался с ним, говорится в тексте телеграммы соболезнования. В Арцахе сформирован круг дружбы Арцах-Австралия. Вчера в малом зале заседания Национального собрания НКР была создана первая встреча членов основателей круга дружбы Арцах-Австралия. В состав круга дружбы вошли представители законодательной и исполнительной властей общественной, духовной и академической сфер Арцаха. Круг дружбы был создан с целью установления и развития институциональных отношений, со сформировавшейся в Австралии 1 августа текущего года группы «Австралийские друзья Армении». Спикер парламента Ашот Гулян сообщил, что в группу вошли депутаты федерального парламента, министр и премьер-министр, председатель областного парламента штата Новый Южный Уэльс, ученые и представители гражданского общества и духовенства. Депутат Национального собрания НКР Давид Ишханян представил подробности визита в Австралию в августе и состоявшихся там встреч, подчеркнув важность расширения политических, экономических и гуманитарных связей с Австралией. Члены новосозданного Круга Дружбы избрали депутата Давида Ишханяна председателем Круга Дружбы, а начальник управления информацией по связям с общественностью МИД НКР Артака Нерсисяна секретарем. Участники приняли также декларацию о создании Круга Дружбы Арцах Австралия, в которой, в частности, говорится «С признательностью, принимая заявления австралийских парламентариев, политических, общественных, духовных и академических деятелей о создании Круга Дружбы Австралийские Друзья Арцаха, будучи заинтересованными в расширении связей с Австралией и установлении взаимовыгодного сотрудничества, мы, представители законодательной и исполнительной властей общественной, духовной и академической сфер НКР, заявляем о создании Круга Дружбы Арцах Австралия». 19 октября по инициативе Мартунинской районной администрации в городе Мартуни пройдет третий фестиваль «Граната», об этом сообщило СМИ начальник управления культурой и по делам молодежи администрации Мартуни Ани Хачатрян, по ее словам, на фестивале будет организована выставка ярмарка продукции садоводов Мартуни других регионов страны. На фестивале также будут представлены ручные работы, воспитанников культурных центров ожидаются сюрпризы. Говоря о количестве запланированных павильонов, Ани Хачатрян отметила, что пока не может дать четкого ответа, так как этап подачи заявки еще не завершен. Она отметила также, что организация фестивалей в разных регионах Арцаха создает хорошую возможность не только раскрыть потенциал региона, но и установить новые связи с производителями, а также с перерабатывающими компаниями. Вход на фестиваль бесплатный. Любопытная информация. В Калмыкии и России открыли самую большую в Европе статую Будды Майтре и Будды грядущего. Высота, покрытого золотой краской монумента, составляет 12,5 метров, а вес 30 тонн. Два объявления Министерства здравоохранения НКР. С 20 сентября по 1 октября в Арцахе будет находиться известный французский окулист Патрик Дюкан, который вместе с местными специалистами на бесплатной основе проведет офтальмологические консультации и вмешательства в Шушинском и Аскеранском районных медобъединениях. В Аскеране консультации будут иметь место по понедельникам и в Шуши по средам, четвергам и пятницам. Для записи на прием следует звонить по телефону 22 40 97 в рабочие дни до 16 00. И еще одно объявление Минздрава. С 29 сентября по 3 октября специалисты медицинского центра Adventist Health Glendale США совместно с местными специалистами в рамках гуманитарной программы проведут ортопедические операции, протезирование коленного сустава и артероскопия суставов, оперативное вмешательство по лечению примохи толстой кишки и общей хирургии, стентирование сердечных сосудов и установку сердечного ритмометра, ангиографическое устранение патологий сосудов мозга. Просьба к лицам, нуждающимся в вышеуказанных меддействиях, в срок до 25 сентября обратиться к соответствующему специалисту Республиканского медицинского центра для прохождения предварительного обследования и в случае необходимости подготовки к операции. В рамках той же программы прием и консультации будут организованы в ДМО Аревик Республиканской детской больницы телефон 945501. Дополнительные сведения по горячей линии Министерства здравоохранения НКР 3003. Объявление мэрии Степанакерта в связи с днем города 28 сентября в столице пройдут различные праздничные мероприятия. В 11 часов состоится возложение венков и цветов к памятнику Степану Шаумяну. В сквере Шаумяна состоится выставка продажи работ членов Союза художников Арцаха, а также пленэр изобразительного искусства. Одновременно в сквере будут проходить различные спортивные мероприятия. Кроме того, в различных частях столицы пройдут концерты. В полдень концерты начнутся перед зданием Центра детско-юношеского творчества, у музыкальной школы, у дома номер 67 по улице Лусавурича. В 13.30 концерт начнется у памятника маршалу Баграмяну, а в 15 часов перед торговым центром Эмбада. Завершает наш выпуск информация о погоде. В четверг 26 сентября на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Термометры покажут ночью плюс 9,17, днем 20, 30 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания. Продолжение следует...